Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой конный канал. Сегодня у нас будет очень интересное достаточно видео. Снимаю его, кстати, на новую камеру, поэтому оцените качество. Звук будет писаться, скорее всего, с этого телефона, если с самой камерой будет плохо, так как у нас очень вовремя стал шуметь какой-то трактор и мешает как бы нормально записывать видео. В общем, ближе к сути, сегодня я приехала на конюшню, собрала всю свою амуницию, что у меня есть, и буду вам сегодня ее показывать, так как меня очень часто спрашивают в инстаграме, в комментариях, какая амуниция у меня есть, что я заказываю, откуда, откуда там бриджа, откуда там вальтрап и так далее. Я частенько снимала распаковки конные, если не смотрели эти видео, можете кликнуть по подсказочке. И на самом деле я показывала всю эту амуницию, ну практически, во всех своих видео, но в этом я решила все собрать и показать вам вместе. Очень надеюсь, что звук будет нормальный. Кстати, если я заказывала какую-то амуницию, какую-то вещь, какого-то определенного магазина, то я вам буду здесь писать название этого магазина, чтобы вам было удобнее. Если вы захотите заказать, то могли перейти в этот магазин. И все, ребята, сегодня я забрала буквально перед съемками этого видео на почте посылочку, новую посылку, в которой лежит кое-что, а что там лежит, мы с вами распакуем в конце этого видео, поэтому смотрите и увидите, что находится в этой посылочке. Итак, первое, с чего я хочу начать, это показать вам амуницию, которую я заказала самой первой, самая моя первая амуниция. Во-первых, это был вот такой красный недоусток. Когда я поняла, что все, я с нашими людьми на всю жизнь, то я решила заказать какую-то свою, хоть какую-то амуницию, и это был как раз-таки недоусток. Почему недоусток? Потому что у нас на конюшне часто они то теряются, то ломаются, то еще что-нибудь, и я решила заказать свой личный, чтобы не брать ни у кого, чтобы пользоваться ей самой. И это очень удобно, когда у тебя есть свой личный недоусток. Вы можете здесь заметить меховушку, она идет отдельно, я ее заказывала вместе с остальными меховушками, попозже я вам все остальные покажу, скажу, откуда их заказывала. А вот этот недовуздок у меня от фирмы Fuganza. Красный, обычный, классический недовуздок, трёгивается на ремешке, здесь никакого карабина нет. Я вообще раньше не знала, что есть недовуздки с карабинами, и я его заказывала на Авито. Да, свою первую амуницию я заказывала именно с Авито, с рук, покупала у других людей, но он мне пришёл в абсолютно хорошем состоянии, то есть как будто новый, и заодно я ещё и сэкономила на цене, потому что с Авито всё, понятное дело, дешевле. Следующая вещь, которую я заказала, тоже, кстати, на Авито, потому что раньше я боялась заказывать в интернет-магазинах конных, да я и не знала, какие конные магазины есть хорошие, поэтому заказывалась на Авито, хотя оттуда рискованно заказывать, ну держите лайфхак. Вот такие вот бриджи, мои самые знаменитые, о которых меня спрашивают практически везде. Обычные бриджи тоже от фирмы Fuganzo, очень удобные, никогда на них не жаловалась, ношу их уже год третий, наверное, или второй. Это, по-моему, единственные бриджи, если честно. Планирую, конечно, купить ещё какие-нибудь, потому что удобно, когда есть на замену, они с коленной леей, поэтому кто интересовался, фирма Fuganzo, но, насколько я знаю, этих бридж уже нет в продаже, это старая коллекция, но вы их можете найти, возможно, на Авито. Да и вообще, выгодно покупать на Авито, правда, рискованно, потому что может не прийти, но у меня такого не было. Самое главное для начинающего конника, по моему мнению, это заказать всё для себя сначала, то есть конную экипировку, если вы хотите заниматься конным спортом. Поэтому следующую вещь я заказала хлыст. Опять же-таки, я тогда не знала, что бывают выездковые хлысты и конкурные хлысты, поэтому мне попался вот такой короткий хлыст, и поняла я это только тогда, когда решила померить, сколько же 70 сантиметров это, ну, примерно, я сейчас не помню, сколько, и оказалось, что это очень короткий хлыст, а я уже заказала его, и он мне уже шёл, поэтому вот. Ну, на самом деле, я не расстроилась, потому что я собиралась заниматься конкуром, и он мне, в принципе, пригодился, по сей день им пользуюсь, но если бы заказала выездковый, было бы намного лучше, потому что он длинный. Блин, не гагакайте, можно, пожалуйста, гагакать? Надеюсь, вам ничего не бежает. Ну, и ещё одна вещь, которую я сразу же заказала, это шлем. Шлем просто обязательно, ребят. Если вы приходите в конюшню и решаете заниматься, покупайте себе шлем. Можно, конечно, использовать и тот, который вам дают в конном клубе, я так сначала делала, но потом я заказала свой личный, чтобы, если я хожу по разным местам, по разным конюшням, чтобы у меня всегда был свой личный шлем, я могу его всегда взять, потому что шлем обязательно нужно одевать, несмотря на мои последние видео, там я, конечно, без шлема, но вы так не делайте. Это очень опасно. Вот такой у меня обычный шлем, блин, не знаю, какая это фирма, если честно. 56 размер, самый обычный шлем. Его вы можете найти на Авито 100 пудов, потому что это самый обычный такой бархатный шлем. Был, возможно, у каждого начинающего коника. Я пока его не меня, потому что этот меня более чем устраивает, и к нему у меня в комплекте шла вот такая вот сумочка. Опять всё-таки заказывала это с Авито, так что не могу подсказать вам магазин. Ну, а теперь перейдём дальше. Я не буду вам показывать по очереди, что я там покупала самая первая, что самая последняя, просто буду показывать в разноброс. Во-первых, у меня есть вот такая вот сумочка. Сумочка с лошадкой, очень удобно её носить на конюшне, если вы конник, обязательно заказывайте себе такую сумочку, сюда удобно класть вкусности, лакомство для лошадки, телефон даже просто прицепил себе вот так вот и носишь. Никаких портфелев, ничего не мешает, даже можно верхом с этой сумочкой. Следующее, кстати, ещё что я заказывала с Авито. Ребят, не подумайте, у меня здесь не вся амуниция с Авито. Её как бы, она же как бы магазинная, я просто покупила её с рук, ничего такого. Это краги, тоже относятся к экипировке всадника, и поэтому я это заказала, собственно. От фирмы Fuganzo, опять же таки, люблю эту фирму. Дешёвая и, в принципе, качественная. Правда, у меня с ними какая-то уже беда, немножко. Они тут немножко потёрлись, короче. Но это так, рабочие, краги, просто чтобы на тренировке, чтобы не стереть свои. И криколини, вот, в общем, такие вот две краги. Кстати, размер это у меня какой, хочу вам рассказать. М39. О, здесь на этикеточке написано Декатлон. Поэтому, вот, в Декатлоне можете такие брать. Они мне, правда, немножечко большие, не угадала с размером. Дальше, ребят, пойдёт уже не с Авито, так что смотрим. Наверное, самое интересное это вольтрапы. У меня есть вот такой красный вольтрап, конкурный. И здесь я буду подписывать магазины, откуда всё это. Вот такой красный вольтрап, очень красивый. Первую свою амуницию я всегда покупаю красного цвета. Не знаю почему, просто классический цвет. И подходит под всё. Ну и у меня, собственно, есть уже красный недоуздок, красный вольтрап. Обычный такой тоненький вольтрап. Очень круто его использовать летом, потому что он, ну, тонкий. Не слишком жаркий для лошади. Ну и так, просто обычный, классический, с чёрной окантовочкой. Ну и, конечно же, у меня есть вот такой комплект верёвочной амуниции. Сейчас-то немножко всё перемешано. У меня здесь немножко всё спутано, ребят. Не обращайте внимания, надеюсь, вы поймёте. Это красный недоуздок верёвочный. Понимаете, да? Красный, красный. Да. Это, кстати, всё шло с одного комплекта. Вот этот вольтрап и вот эта вот верёвочная амуниция. Ну вот, то есть обычный красный недоуздок. Верёвочный, точнее, необычный. Дальше здесь у меня чёмбур для него. Вот такой вот карабинчик и такой вот чёмбур. Ну и дальше это сайдпул. Тоже верёвочный. Вот так вот он выглядит. Я недавно снимала распаковку с этим боксом. И здесь, опять же таки, такой же, как чёмбур, только повод. Ну и ещё здесь есть переходник. Ну и ещё здесь есть переходник для корды. Правда, здесь оторвался второй карабин. Если честно, на этой амуниции очень слабенькие карабины. У меня здесь несколько штук поотрывалось. Поэтому их я использую исключительно для фотосессий, так как ездить на них... У нас не получилось. У нас всё оторвалось. Ну и ещё одно, что у меня есть, верёвочный. Да! Ну и ещё одно, что у меня есть верёвочный, это кардео. Покупала я его отдельно вообще. Но оно тоже чёрно-красное. В принципе, у меня здесь такие комплектики складываются. Обычное плотное кардео мне очень нравится. В какое-то время я его пыталась на нём ездить на марго. В будущем, конечно, буду ещё использовать. Всё-таки классно, когда есть отдельное кардео, а не сложенные для этого чёмбур. Сделано вообще недорого. Рублей 200, наверное, не помню. Следующая вещь, которую я вам, кстати, ещё не показывала, это конные перчатки. Настоящие конные перчатки, посмотрите! Вот такие вот крутые. Фирма... Ловись. Фирма Stitz. Не знаю, словился ли фокус. Плотные, удобные перчатки. Их можно надевать как летом, так и зимой. Правда, летом... Правда, зимой я ещё их не пробовала. К ним недавно пришли. Но я очень рада, что у меня есть наконец-таки нормальные именно конные перчатки. Раньше я всегда носила в конюшни велосипедные. Можно не кукарекать, пожалуйста. Извиняюсь. Есть у меня ещё синий вольтрап. И к нему куча дополнений. Казалось бы, при чём здесь Украина? Вот такие комментарии мне посыпались после того, как я сняла на него обзор. Вот такой вольтрап. Он уже намного плотнее. Его круто носить зимой. Ну, лошади, в смысле. Дальше. К этому вольтрапу шли синие бинты. Вот такие флисовые обычные бинты. Четыре штуки. Ну и, конечно же, для завершения этого образа ушки. Ушки в цвет вольтрапа. Тоже с жёлтой окантовочкой. Надеваем не так уж и часто. Хватит гакать! Вот так лучше. Ну и ещё в этой посылке с этого же магазина мне пришёл вот такой чёрный недоусток. Вот, кстати, отсюда. Отсюда же меховушки. Жёлтая, синяя и как раз-таки вот такая бордовая. На красном недоустке у меня сейчас стоит. Мотала на недоусток и получилась вот такая красота. И вот такой вот чёмбур, кстати, очень крепкий. Мы им что только не делали. И привязывали калитки разные. И что только, короче, не делали. Карабин здесь тоже очень хороший. Не какой обычно, а вот именно вот в таком плану. То есть я вот такие карабины очень люблю. Ну и сам недоусток тоже очень хороший. Он уже здесь тоже на карабинчике. То есть можно не только отстегнуть ремешок, а ещё и прицепить на карабинчик. Когда я узнала, что бывают такие недоустки, я сразу же его захотела, и он у меня появился. Поэтому, да, обожаю этот недоусток. Правда, он немножко маленький. Не знаю, как так получилось. Он не совсем фу. Он какой-то и коп, и фу. Если одевать его на космос, то он прям впритык так вплотную ему сидит. Кстати, ещё одну покупку, которую я пропустила в самом начале, это конные сапоги. Которые я тоже покупала с рук. Выглядят они как-то так. Не в самом лучшем сейчас виде. Эти сапоги очень удобны новичкам, опять же таки. Ездить, конечно, в них не супер круто. Это, наверное, подойдёт, если только осенью или весной. Чтобы, когда ходишь по грязи, лужам и так далее. Ну или просто, когда ходишь по конюшню. Самые обычные сапоги, вы можете их найти на Авито в каждом втором объявлении. Ну и, значит, недавно я решила заказать себе вот такие вот сапоги. То есть, короткие. Всегда хотела себе, ну, не длинные, а коротенькие уже. Чтобы можно было кранки сверху одевать. Вот. Как думаете, это конные? Это не конные. Это обычные сапоги из обычного магазина. Правда, я заказывала их тоже с интернета. Но они очень похожи на конные. Просто безумно форма. Точно такая же каблучок имеется. Поэтому, ребятки, лайфхак. Если не можете заказать конные, заказывайте обычные. Они, по-моему, даже продаются у нас в обычных магазинах в городе. Хотя конных магазинов здесь нет. Но сегодня получился такой сюрприз. Один сапог живой. Второй сапог. Я не знаю, что с ним случилось. Вы посмотрите. Это просто шок. Не знаю, что с ними случилось, пока меня не было. Но как-то так. Просто оторвало подошву. Им еще, по-моему, нет даже года. Я их, короче, не так давно ношу. Но, видимо, они уже рип. Очень обидно. Не знаю, где теперь еще одни такие достану. У меня есть, конечно, вторая пара. Но они у меня маленькие. Как-то вот так получилось. И теперь я осталась без сапог. Буду снова ездить в кроссовках. Но вы так не делайте. В кроссовках ездить небезопасно. У нас осталось еще совсем немного. А именно. Вот такой вольтрап кораллового цвета. Я помню, прям заказывала из конного магазина Вираж. Он есть только ВКонтакте. На данный момент, по крайней мере. Тоже мой один из самых любимых и качественных вольтрапов, которые у меня есть. Питывает влагу, амортизирует. Бибиетина. Люблю этот вольтрап. Но из-за того, что мы его постирали, он покрылся немножко вот этими катышками. Это не очень. Не очень красиво смотрится. Но смотря с другой стороны, это офигенный вольтрап. Ну, в принципе, ребята, это все. Это вся моя амуниция на данный момент в моей жизни. Ну, а сейчас будет тот момент, которого вы ждали. Ну что, пришло время распаковать посылочку. Кстати, кто не знал, в моей группе ВКонтакте идет конкурс на вольтрап с этого же магазина, и вы можете его составить по своему вкусу. Поэтому приходите и участвуйте. Они кукареку, я тут все видел. Меня там не слышно, наверное. Первое, что я вижу, это бинты. Они такие коричнево-розовые. Вот такие. И к нему, и к ним, конечно же, вольтрап. Пакет в пакете. Падам. Падам. Куваааа. Я составляла этот дизайн этого вольтрап полностью сама, поэтому оцените, как он. Вау, прикольно. И вот такие вот бинты. К ним шли. В принципе, да, по цвету подходит. Как вам, ребята? И сейчас мы примерим этот комплектик на Марго. Передаю. Идите, сидуйте. Крутой. Дай пощипку, дай пощипку. Нет, вот он. Он плотный? О, он плотнее. Он плотнее, чем красный. Спасибо большое этому конному магазину за такой крутой вольтрап. Который забрала Женя и пошла седлать. Женя хочет желтый вольтрап, чтобы лошадь была как цыпленок. Не знаю, как это считается, у меня много амуниции или немного, но для человека, который в конной сфере всего года три, наверное, это достаточно. У меня, конечно же, есть еще куча желаний, чего можно еще заказать, чего мне не хватает. Это, во-первых, нагавки, бриджи еще одни, сапоги теперь. Кстати, у меня помимо амуниции были различные кондиционеры, ликиты, которые мы сами ели. Ну и только на монтаже уже этого видео я вспомнила, что забыла вам показать свои щетки. У меня где-то были две обычные щетки из скребница и одна чудо-щетка, которой очень удобно вычищать шерсть при линьке. Только теперь мне вот это все убирать, конечно. Смотрите, какой повал всего. А мы сейчас поедем на небольшую тренировочку, будем проминать лошадей, и я вам покажу заодно, как вы... И я вам покажу заодно, как выглядит мой новый вольтрап с бинтами. Поэтому мы поехали. Всем пока! Вот, ребята, как вам новый вольтрап. Мне кажется, он офигенно подходит. Марго, бинты. Вообще отлично. Она смотрится великолепно в нем. Марго, ну поднимись. Вот, красотка. Конечно, у меня вся моя амуниция будет пополняться, чтобы следить за тем, какие у меня новые покупочки, новые обзорчики. Подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, потому что там вы видите все самыми первыми. Сторис опубликую, там пришла какая мне посылочка, не пришла. Что мы, например, снимаем сейчас. Поэтому обязательно подписывайтесь, буду вас ждать. И не забывайте про конкурс в моем фанаблоге ВКонтакте. Сейчас там разыгрываются вольтрап и ушки по собственному дизайну победителя. Всем удачи! А с вами была Марина. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, что мне еще снять. И увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok